Итак, самый главный вопрос, который задают люди постоянно и отвечаю на него постоянно, но тем не менее повторение мать учения. Итак, многие задают вопрос, кто имеет маленькие пулы. Пул номер один – это стартовый пул, напомню вам, благодаря которому происходит ваша фактическая активация. После того, когда человек оплатил этот минимальный пул, вы появляетесь, сейчас секундочку, еще раз покажу, чтобы всем было понятно, вот в этой строчке, сейчас нажму вот здесь, Level Up. Итак, пока человек, которого вы пригласили, не появился у вас вот здесь, в любой вашей команде, вот здесь, пока вы его не нашли, это означает, что ваш человек не активен. Какая может быть причина, почему этого человека здесь нет? Нет, причина может быть только одна. Либо у кого-то из ниже стоящих спонсоров нету пула, либо у самого человека нету пула, а он уже начал приглашать. То есть та самая ошибка, от которой я пытаюсь всех остановить, но не всегда мне это удается. Иногда люди все равно меня не слышат и делают вот такую непростительную ошибку. Итак, посмотрите, когда у человека есть пул, есть членство, есть пул, то он не производит никакой задержки между тем, кто стоит внизу, так как есть связка. Этот человек, этот человек имеет пул, он обязательно свяжется вот с этим логином. Итак, если только в этом задержка, то тогда я думаю, что вы проверьте просто ваше состояние, в каком состоянии находитесь вы и в каком состоянии находится ваш спонсор. И тогда у вас будет все в порядке. Итак, наш массовый пул, который, как я и говорю, приобретают люди для того, чтобы попробовать, для того, чтобы активизироваться. Это потом они уже покупают пулы номер два и пул номер три, чтобы стать фаундерами. Но поначалу их интересует вопрос, как же я буду зарабатывать на пассиве, находясь в пуле номер один. То есть я сегодня купил 500 долларов пул, это означает, что я стал пассивным инвестором для получения новых биткоинов в течение срока. Сейчас у нас, помните, тысячу дней, первый срок работы вашей первой доли. Итак, первая доля появляется у каждого человека, когда он только покупает пул. Раз он купил пул, давайте представим себе, что это произошло как раз сегодня, 23 февраля 2017 года. И у этого человека появилось в окошечке вот здесь, где мы видим майнинг пул, цифра 1. Не смотрите, что здесь стоит сейчас 2,9. У каждого новичка здесь стоит 1. Это означает, что он приобрел долгосрочную инвестицию, которая выглядит как шерс, то есть доля акции. Или, ага, и сами акции тоже называют шерс. Так вот, если посмотреть на такой актив инвестиционный, как акции, то здесь мы должны будем сразу с вами сделать некую аналогию с акцией. Итак, те, кто немного читал об инвестициях, наверное, знают, что такое акция. Акция – это документ, удостоверяющий долю владения тем или иным предприятием, тем или иным предприятием с целью получения дивидендов. И, так как она имеет определенную ценность, котируемую на рынке, у акции может быть цена сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. И когда вы покупаете акцию, то вы не спекулируете ей, а вы держите эту акцию долгие-долгие годы, получая дивиденды и наблюдая, естественно, за изменением ее курсовой стоимости. А вот здесь бы, если бы вы были со мной вживую, и я бы видел лес ваших рук, то я бы у вас спросил, хотели бы вы продать акцию, которая дает постоянные дивиденды? Я думаю, вряд ли. Почему? Потому что ни один человек не откажется от акции, которая дает ему постоянный доход в виде дивидендов раз в году. Компания, например, любая, давайте не будем далеко ходить, придумаем компанию, чтобы не рекламировать никого. Предположим, это компания «Некто», без названия. И она сегодня получила прибыль, которую акционеры, директора решили распределить. Собрались на собрании и сказали, что мы сегодня нашим всем акционерам будем оплачивать дивиденды. И вот если такая компания будет это делать пожизненно, то есть столько, сколько вы держите эту акцию в руках, это будет означать следующее. Вы больше не доплачиваете за акцию. Вот как вы ее купили, предположим, за 500 долларов, так она у вас и есть на руках. Это акция, которая будет всегда являться вашей, и не нужно никаких доплат. Это очень сравнимо с акцией «Любить Клаб Нетворк». Вы купили одну долю, цифра 1, и теперь вы можете никогда в жизни ничего не доплачивая пользоваться доходами, только здесь это не дивиденды, а добытые в биткоины, практически столько времени, сколько вы считаете нужным. Многие скажут мне, Ричард, а как же тысячу дней? Да, тысячу дней, еще раз напоминаю, это для первой вашей акции. Но что вы будете наблюдать, если вы помните, что в любом нашем пуле, в любом абсолютно, есть минимальный реинвест? Напоминаю каждому из вас, что когда вы имеете пул номер один, то минимальный реинвест 50% установлен еще и для того, чтобы у вас обязательно количество акций, количество акций, росло в количестве акций. Почему? Когда пройдет тысячу дней, и у вас аннулируется первая акция, то к этому моменту у вас уже будет и вторая, и третья, как, например, на этом примере. Посмотрите, за все время, это вопрос о том, сколько же заработал 500-долларовый пул за 24 месяца. За 24 месяца 500-долларовый пул заработал всего 3.111131 биткоина. Как в данном случае они распределились между кошельками? Один кошелек, вот этот, видите, paid, это наш привычный биткоин-валет, куда переходят все наши с вами доходы. И доходы от маркетинга, и доходы от майнинга, которые вы поставили на вывод. Вот если посмотреть вот этот счет, то есть 137 биткоина, это то, что было за эти 24 месяца, выведено пользователем на его биткоин-кошелек. Хорошо ли это или плохо, но тем не менее это было сделано. А сколько же из этих трех биткоинов пошло на покупку новых долей? Тут все очень просто. 2.62.934. Это то, что было направлено на покупку вот этих долей. Вот они, здесь. Таким образом, когда человек решил бы, что он хочет, например, направить свой пул на инвестиции, то есть он хочет, чтобы его активы в акциях, в долях акций росли, что он будет делать в этом случае? Он будет в этом случае ставить максимальный реинвест. И в первом пуле вы можете реинвестировать от 50% до 100% любой процент. Можно реинвестировать 50%, 60%, 70%, 80%, 90% и все 100%. Если вы инвестор, почему? Потому что каждый инвестор, приходя в BitClub Network, и зная цену биткоина, говорит, я бы хотел реинвестировать, но только за счет доходов в клубе. Его пассивного дохода я хотел бы покупать новые акции. Так вот как раз, когда вы распределяете проценты реинвеста, вы это самое действие и производите. То есть, когда вы покупаете, вернее, ставите распределение ваших реинвестиций, то таким образом вы решаете, кто вы сейчас. Или вы с самого первого дня нацеливаетесь на рент, на гарантию, то есть вы уже получаете доходы от рента. Или же вы инвестор, который заинтересован, особенно в первые годы, нарастить количество акций. И то, и другое вам доступно. Вы можете делать это и менять ваш процент реинвестиций тогда, когда вы захотите. Вот посмотрите, сейчас этот пул поставлен на 50%, поскольку это минимальные реинвестиции. Так даже при этом состоянии 50% количество ваших акций вот здесь будет все равно подрастать. И я вам покажу этот аккаунт буквально еще через 3 месяца, как он будет выглядеть. Так вот, посмотрите, если бы мы здесь поставили 70%, 80%, 90% или все 100%, то количество акций прибывало бы у вас на всю сумму, которую добыли. Вот ваш пул добыл 3 биткоина. Если бы не вынимать вот эти 0,48, то тогда бы здесь долей было бы больше. То есть все, что заработано, все пошло бы на покупку новых долей. Но, например, человек, который уже пришел в BitClub Network и понимает эту суть, то он говорит, я бы хотел еще и своими деньгами добавлять в покупку долей. У него есть такое право. Он может к своему действующему пулу номер один добавлять любое количество биткоинов, которые находятся у него на биткоин-кошельке для того, чтобы покупать частичные дополнительные доли. и таким образом увеличивать количество своих акций. Он также может направлять и комиссионные свои, ведь у нас в клубе платят биткоины. Он может также из тех биткоинов, которые он заработал путем консультаций, бинарный бонус, реферальные, реинвестмент и так далее, и так далее, ваших партнеров может стать для вас хорошим подспорьем для приобретения или дополнительных долей акции в пуле номер один, которые есть у вас. Но, если вы внимательно читали карьеру и внимательно изучили ее, то вы, наверное, помните, если под вами пришел человек, которого вы пригласили, и у него есть пул больше, чем у вас, у вас есть пул на 500, а у него есть на 1000, вот он приобрел и 500, и 1000, то вот этот ваш комиссион, который состоит определенное количество биткоинов, будет ожидать вас до тех пор, пока вы тоже не станете владельцем пулом номер два. Если к вам пришел крупный инвестор сразу на весь пакет билда, ой, фаундер, извините, фаундер, то он приобретет и пул номер три, а у вас все так же остается пул номер один. Что это означает? Что и вот эти комиссионные, и вот эти комиссионные будут вас ожидать до тех пор, пока вы все-таки не повысите уровень своего, своих инвестиций. Поэтому вряд ли вам на первое время нужно повышать пул номер один дополнительными долями, потому что это не есть ваша первая цель. Ваша первая цель купить пул номер два и пул номер три и стать фаундером. Тогда все, что делается под вами, будет вам сразу выплачиваться на ваш биткоин валет. Это очень важно. Почему? Потому что вы хотите наверное сразу видеть результат от своего труда раз и второе реинвестировать эти полученные биткоины или изымать их так, как вам будет угодно. Итак, посмотрите пул номер два. Данный конкретный пример. Заработано пять и восемь биткоина за двадцать четыре месяца. Из них два биткоина выведено. остальная часть три и семь биткоина пошла на покупку вот этих долей. Так как здесь доля стоит не как в первом пуле пятьсот. Здесь уже доля стоит каждая тысячу долларов. Таким образом, все, что было распределено в этом пуле было направлено частично на вывод два биткоина выведено и частично на покупку новых долей. В общем-то неплохо, потому что получается, что из грубо говоря шести биткоинов тут не хватает немножко пять и восемь биткоинов данный пул мог за двадцать четыре месяца вернуть два биткоина. Это если смотреть по сегодняшней цене, то это две тысячи долларов и таким образом еще и увеличить в два раза количество долей. Итак, пул номер три в данном случае принес одиннадцать биткоинов. Естественно, теперь вы уже знаете, что шесть биткоинов пошло на покупку следующих долей, а почти пять биткоинов было выведено на аккаунт, как раз на тот самый кошелек, биткоин-кошелек, который дает нам возможность сделать теперь следующее действие. когда вы уже имеете пул номер один, пул номер два и пул номер три и у вас есть желание ускорить добычу и получение дополнительных акций, то что вы делаете? Покупать дополнительные доли и к этому пулу, и к этому пулу, и к этому. К любому пулу вы можете докупать дополнительные доли, когда выполнена первая основная задача. Вы активировали все три своих пула, первый, второй и третий. Теперь все комиссионные в виде биткоинов приходят вам сразу на счет, и вы уже можете пользоваться вашими биткоинами по вашему усмотрению. Что бы я хотел сказать здесь о доходности? О доходности пулов слагаются легенды, слагаются огромные количества Excel программ, которые пытаются предугадать, какой же будет доход. Ни в одном производстве вы не можете быть точно уверенными в том, какое количество биткоинов будет добыто завтра. Мы только с точностью можем сказать, сколько вы получили вчера. И поэтому, когда вы смотрите на это вот last only for hours 0.00122 это именно та часть биткоинов, которая получена за последние 24 часа уже за прошлые. Здесь это тоже за прошлые. И здесь это тоже за прошлые. На основании этого вы можете проследить за тем, что происходит конкретно с вашим счетом и сделать примерный анализ. Еще раз говорю, примерный анализ. Никогда не будет у вас одинаковых показателей, потому что один ставит 1% на ринвест, второй из вас ставит на третий вид процента и так далее, и так далее. То есть каждый человек, который владеет своим пулом или набором пулов первый, второй, третий, сам решает, какие у него задачи на тот или иной момент. Так как вы можете менять пулы в процентном отношении постоянно, то естественно уследить потом за вашими действиями будет очень сложно. И поэтому даже если вы придете в один день таковое количество пулов, то у вас все равно результаты будут разные, если вы вели себя по-разному. Или выбирая стратегию инвестора, или выбирая стратегию рантье. Те, кто хочет из вас быть рантье сразу, то помните, разные инструменты финансовые работают по-разному. И в данном случае, если вас больше интересует статья текущих постоянных доходов, то, конечно, это не инвестиция, и никогда инвестиции не было. Это всегда будет какой-либо доход, это может быть доход от аренды недвижимости, это может быть доход от депозита. Когда вы имеете депозит, тогда вы имеете возможность получать текущий оговоренный заранее процент в одно и то же время, которое вы себе определили. Как правило, депозиты все срочные, на срок, который оговорен в данном конкретном предложении для вас, и тогда вы должны понимать, что как бы не зарабатывал депозит, на чем бы он не зарабатывал, то вы конкретно получаете фиксированный процент, оговоренный вашим депозитом, фиксированный день, и вас не беспокоит, какова была та или иная удача или неудача предприятия, куда вы разместили депозит. Где вы можете разместить депозит? В банке, вы можете разместить депозит в других организациях, и таким образом вы будете выступать как рантье, получающий доходы в фиксированных процентах и в фиксированное время. Вот так, ребята, подходить к майнингу и к инвестициям в пулы нельзя. Это не депозит, это не проценты. И поэтому не спрашивайте ни у ваших спонсоров, ни у меня, какой процент я получаю в день. Почти каждый день я получаю такой вопрос. Сколько я получу за месяц? Сколько я и так далее, и так далее. Ребята, когда я покупаю акцию, даже если она у меня на руках 20 лет, я радуюсь, когда мне выплачивают дивиденды. И, конечно же, не огорчаюсь, когда их нет, потому что акция в этот момент может просто расти в цене. И это тоже доход. Так вот, наши доли и целые биткоины, кроме того, что мы получаем их в количестве, вот видите, вот здесь мы получили 3, здесь получили почти 6, и здесь получили почти 11. Так вот, кроме того, что мы увеличили количество добытых биткоинов, не забывайте, что есть рыночная курсовая стоимость биткоина, что является для вас дополнительным доходом. Дополнительным, но не основным, потому что основной доход BitClub Network это количество биткоинов, которые произвели ваши пулы. Итак, если вы меня правильно поняли, то тогда будет все очень просто. Как же вы ответите на вопрос вашего будущего клиента? Какие проценты я получу в день? Никакие. Сколько я получу за 3 месяца процентов? Нисколько. А что же такое инвестиция? Инвестиция это покупка акций с целью получения дохода, в данном случае доход выражается в добытых биткоинах, и как дополнительный вид дохода это рост стоимости самого актива, в данном случае биткоина. И те, кто помнит, надеюсь, все это уже испытали на себе, курсовая стоимость биткоина даже за год выросла в два раза в цене. И это если бы вы за год битклаб нетворк в своем пуле добыли любое количество биткоинов, мы не можем сейчас говорить о вас как одинакового уровня инвестори. У одного два пула номер один, у другого пять пулов номер два, у третьего десять пулов номер три, и говорить о вас как об одинаковых людях в смысле инвестиций нельзя, но в любом случае все количество биткоинов, которое было добыто, теперь человек еще для себя дополнительно как бы может в душе, наверное, порадоваться за то, что кроме добытых биткоинов, которые он получил, выросла и курсовая стоимость биткоина. Но стоит ли радоваться этому как бы событию, потому что многие так и не понимают, что сама по себе прибыль, прибыль, извлеченная вами от той или иной акции или от того или иного актива ощущается только один раз, когда вы от нее избавляетесь, то есть продаете. Вы купили биткоин или получили биткоин от ваших инвестиций в битклаб нетворк и решили сегодня его продать, потому что вам показалось, что 1130 долларов за биткоин это превосходная цена, чего ждать еще. Что у вас теперь на руках? У вас есть 1130 долларов, помните, которые подвержены инфляции, которые вы скорее всего куда-то потратите и у вас больше нету на руках никакого биткоина, вы его продали. Таким образом, вы можете получить прибыль один раз. Если вы будете выступать в роли инвестора, что вы будете делать? Вы будете все биткоины, которые вам удастся заработать вместе с Битклаб метрок сохранять. Ну, естественно, используя правило 50 на 50, 50 процентов вы будете сохранять, 50 тратить, но те, кто понимают, что тратить заработанное нельзя, то, наверное, вы будете размещать их многим в депозит, чтобы второй раз ваши деньги работали на вас, и вот уже прибыль с депозита уже точно можно тратить с чистой совестью, потому что это ваши конкретные результаты ваших правильных финансовых действий. Вот это и есть вершина совершенства, когда вы заставляете один ваш майнинг пул сначала заработать вам биткоин, дополнительно заработать вам доли этого пула, и в-третьих, вот эту сумму, которую вы вывели, разместив ее в депозит, получить еще дополнительные пожизненные проценты, потому что любой депозит возобновляемый, 365 дней, 365 дней и так далее, и так далее. Ваша сумма, которая размещается в депозите, остается неизменной или может быть вами увеличена, если вы начинаете очень результативно, не просто хорошо работать, а результативно, может быть, даже с меньшими усилиями работать. А вот как это сделать, как же работать результативно? Вот сейчас я об этом и поговорю с вами еще, я думаю, минут 10, чтобы вы усвоили себе, что доходность наша, еще раз подчеркиваю, это биткоины, дополнительная хорошая новость, то, что биткоин растет в цене, прибыль мы можем получить один раз, когда продаем биткоин, или как инвесторы накапливаем количество биткоинов наши сами по себе биткоины, наши доли оборудования как акции, являясь соакционером компании BitClub Network, вы, купив однажды свои мощности, можете их увеличивать за счет прибыли, которую вы ставите на реинвест, но прибыли какой? Количество биткоинов, когда вы получили новые биткоины, вот только из них вы можете оперировать, вы можете часть вывести, ну, я думаю, теперь вы понимаете, лучше всего на депозит, а вот вторую часть, вот эту вот видите, 3,7 биткоина, направить на покупку новых долей, и тогда у вас будет все превосходно. Итак, этот слайд я закрываю, он нам не нужен, теперь пойдем по эффективности, потому что эффективность для многих из вас пока является загадкой, многие так и не понимают, что каждый человек может извлекать прибыль в BitClubNetwork значительно быстрее, если поймет систему. Итак, вы помните, что у каждого из нас есть возможность получать несколько видов доходов. Я сейчас поговорю с вами об одном важнейшем доходе, который вы можете извлекать эффективнее, чем вы это делали до сих пор. Представим себе, что вы конкретно стоите во главе своего аккаунта, основной аккаунт, который имеет, как вы знаете, одну левую сторону вашу ногу, вторую правую ногу. И вот эти ноги для вас являются очень важными, потому что вы имеете всегда спонсорскую, которая развивается независимо от того, как работаете вы, и вашу внутреннюю, которая зависит целиком и полностью от вашей работы. Так вот, вы должны помнить одно правило, которое оговорено в BitClub Network. Вы своего лично приглашенного, предположим, вы пригласили человека от вашего основного аккаунта, то вы ведь можете поставить его своей волей в любое место, которое находится ниже вас, или в вашу слабую ногу, или в ваш спиловер, и таким образом извлекать несколько раз доходы, так как ваш спиловер, вот этот спиловер, может работать на вас многократно, или вы будете делать просто, так как вы делаете сейчас, когда вы от вашего основного аккаунта приглашаете одного человека вправо, одного человека влево, и если это ваша слабая нога, то вы развиваете ее все ниже, ниже и ниже, так вот, если вы делаете только так, то вы получаете доходы один раз, бинарные бонусы будут выплачиваться вам каждый раз, когда вы, вот, слева ваша внутренняя нога закроет 15 кредитов, а справа, как вы видите, уже здесь достаточно запаса, чтобы получать пожизненно бонусы, но это можно удвоить, есть, например, это ваш аккаунт, вот он, и вы начинаете развивать теперь, уже приглашая, вернее, ставят своих, даже вот здесь, вот этот аккаунт выступил личным спонсором для вот этого аккаунта, видите, вот для этого, вы можете поставить его под свое второе место, вот сюда, и таким образом, владеет, ставя сюда этого человека, вы получаете еще один раз возможность заработать кредиты слева, и так вы можете делать со многими своими аккаунтами, которые могут давать вам и первый вид дохода, и второй вид дохода, и третий вид дохода, почему это важно, потому что, смотрите, когда у вас есть вот такой спиловер, когда у вас есть огромное количество здесь, как вы видите, сформированных уже заработанных кредитов, то грех ими не воспользоваться, потому что в этом случае, тогда вы просто пропускаете мимо своих счетов дополнительные бинарные бонусы, я думаю, что вы поняли, что вы можете поставить своего лично приглашенного от этого главного аккаунта в любое удобное для вас место, он останется вашим лично приглашенным, он никуда не денется, вы получите за него все реферальные, все доходы 18% от реинвестора, все это будет вашим, но вы еще раз дополнительно получите доходы, потому что вы поставите его под другой ваш личный счет, предположим, это ваш супруга или ваш сын, или ваш дочь, которым вы помогаете развиваться, и это дополнительные доходы в вашу семью. Я думаю, что несложно об этом было бы и самим догадаться, но бывает, что люди ждут до последнего и говорят, как же нам увеличить наши доходы от наших действий, то есть хотя бы увеличить их в два раза. каждый человек, приходящий в BitClub Network должен понимать, что компания рассчитала такой маркетинг план, что вы можете просто богатеть не по дням, а по часам. Главное, что нужно вам знать, вам нужно знать, что все зависит только от вас, не от вашего спонсора, не от ваших супер спонсоров, ни слева, ни справа, никто не помогает вам, кроме вас самого. И если вы хотите, чтобы ваша команда развивалась хорошо, то, конечно же, вы должны думать о своих обоих ногах, и о левой, и о правой, но когда вы ставите сильного вашего лидера, то вы должны определить, что же вы хотите от него, и что хотите дать ему. Конечно, каждый человек смотрит на то, что вы разместили его в спилово, потому что спилово это уже заработанные кем-то командой внизу кредиты. Вот их здесь, видите, как много. Но, тем не менее, вы должны понимать, что не все люди, которые приходят в BitClub Network являются специалистами MLM, и поэтому нужно не забывать о том, что платят вам все равно по слабой ноге, вот здесь. Поэтому сюда размещается большее количество людей, а уже дальше, когда у вас здесь будет серьезное количество людей, то это будет рабочая, абсолютно рабочая структура. Лидеры, которые точно так же будут размещать своих, это будет живая ветка. И любого тогда лидера вы можете ставить уже после, даже вашу слабую ногу, поскольку тогда он увидит, что вы действующий, и развивать вы будете все равно свою внутреннюю ногу, а не спиловую. Те, кто это правильно поймет, то они будут сами проситься у вас в вашу внутреннюю активную ногу, потому что именно там происходят самые главные события, именно там происходят самые главные день. Таким образом, я думаю, что вы на сегодняшний день получили два самых животрепещущих ответа на свои вопросы. Это о доходности пулов и о доходности вас как специалистов в МЛМ. ? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА